Продолжение следует... За хвост не поймал, а в чем разговор, как говорил персонаж известного фильма. Однако, как ни странно, океанологи, отвечая на этот вопрос, есть ли чудовище под водой или нет, не столь категорично. Исследования подводных глубин свидетельствуют о том, что в Мировом океане есть глубоководные участки, в которых эволюция шла совсем по другому пути. Это и захоронение, это и постройки времен Мая, это и орудия труда, это различные кувшины для переноски воды, это осколки различных предметов быта. И заканчивая мельчайшими деталями, такими как бусины, которые были сделаны еще при Мая. Но, может быть, обитателями преисподней они называли подводных жителей? А вот еще одно шокирующее видео, сделанное у берегов Австралищества. Эксперты, которые изучали данное видео, отметили, что человек бы не смог столь плавно и быстро двигаться в воде. Океанолог Анатолий Таврический уверен, что под водой обитает неизвестная науке раса человекоподобных существ. Он называет их атланты. Ученые собирают и анализируют случаи их появления. Сложно поверить, но их появление даже у Крымского побережья – не редкость. Атланты водятся у нас в двух местах в Крыму. На мыс Айя и на Медведь-горе. Основные две базы. Но наиболее часто их видят как раз на мысе Айя. Исследователи считают, что эти загадочные существа могут скрываться в подводных пещерах и древних туннелях. И в Крыму такие как раз есть. По некоторым из них текут подземные реки, которые впадают в Черное море. Это огромная пещерная система, которая простирается на большие расстояния. Она под Крымом находится, под Кавказом она находится. И дальше она уходит в сторону. Время одного из погружений под воду ему удалось встретиться с самой настоящей русалкой. Но это знакомство едва не закончилось трагически для дайвера. Он до сих пор с волнением вспоминает этот случай. Ну, они выглядят как? Вот человек только с хвостом. Совершенно четко различаются на мужские и женские особи. С группой других аквалангистов Антон исследовал подводный мир, и раз с собой был достаточно большой бокс с фотоаппаратом и вспышками. Сначала Антон плыл впереди группы, но затем немного отстал, фотографируя морских животных около рифа. Легкое встречное течение мешало догнать товарищей. Вдруг в какой-то момент сначала накатила волна ужаса. Не страха, а ужаса. Вот для меня, например, страх и ужас – это совершенно разные вещи. Потому что, ну, испытав на себе, при этом в мокром гидрокостюме, когда ты, в принципе, и так мокрый, у меня было полное ощущение того, что у меня по спине течет холодный пот. Паника под водой смертельно опасна для дайвера. Антон прекрасно это понимал, хотя и не мог определить, что его напугало. Он принял решение начать всплытие. На помощь группы он рассчитывать уже не мог. Дайверы уплыли далеко вперед, не заметив, что их спутник отстал. А дальше все, что я помню, это я вот вешу в трех метрах под поверхностью воды, вывешенный абсолютно в ноль, а это нужно сделать определенные манипуляции с компенсатором, стравить воздух так, чтобы оставаться в нулевой плавучести. При этом у меня сложен бокс, то есть вот эти вспышки, они такие разлапистые. Вот все это сложено, выключено, кроме одной вспышки. Но сложено неправильно. Изучен гораздо хуже, чем околоземное космическое пространство. Судите сами, на орбите со времен первого полета Гагарина уже побывало несколько сотен человек, а на глубине более 10 километров по пальцам пересчитали. Там на глубине огромный неизведанный мир, и мы им почти ничего не знаем, кто обитает в темных подземных лабиринтах, чьи таинственные тени замечают порой насмерк перепуганные подводники, что за неведомые науки подводные чудовища, легли в основу древних легенд и мифов. Кстати, мало кто знает, что одна из удивительных легенд связана с системой подземных тоннелей, расположенных в пригороде Ростова вблизи города Оксай, где по преданию живет таинственный подводный обитатель. Оксайские тоннели тянутся далеко и глубоко. Их общая протяженность составляет более 100 километров, и это только известная их часть. Катакомбы имеют явно искусственное происхождение. Время их постройки установить пока не удалось, поэтому неизвестно, кто создал эту систему подземных ходов. Геологи утверждают, что на глубине от 40 метров, в районе 40 метров есть подземное озеро, а если опуститься до 250, то там есть целое море. Как раз в этом же море и обитает предположительно дракон, которому по рассказам местных жителей, которые передаются из поколения в поколение, что когда-то этому существу, этому дракону, приносили человеческие жертвы. В 50-х годах прошлого века Министерство обороны на базе этих туннелей начало строительство секретного противоатомного убежища. Подземный город должен был вмещать несколько тысяч человек. В случае Третьей мировой войны люди могли прожить здесь несколько лет. Военных не особенно интересовали легенды и мифы. Однако им тоже пришлось соприкоснуться с жуткими тайнами Аксайских лабиринтов. Шли подготовительные работы, все двигалось своим чередом. Солдат был отправлен на измерительный рябинт. По словам хранителей музея, центральный туннель тянется по прямой на полтора километра. От него через каждые 50 метров расходятся по сторонам радиальные туннели, ведущие к другим секторам подземного города. Мы шли где-то, ну, наверное, минут 10. То есть за это время, ну, пойти мы могли, наверное, метров 400-500. Дошли до очередного поворота и решили все-таки сходить в боковое ответвление. Пройдя всего несколько десятков метров, Николай увидел пролом в боковой стене туннеля. Выглядело это невероятно жутко. Такое впечатление, что какое-то огромное животное когтями разрыло бетонную стену. Именно такой дракон? Посмотрите сами, какие только неожиданные существа не встречаются в темной и холодной воде. Городские службы долго не могли понять, каким образом в туннелях канализации мог поселиться этот здоровенный аллигатор. И встреча с таким монстром, скорее всего, закончится весьма печально. А вот на этом видео вполне может быть запечатлен тот самый дракон, который живет и в Аксайских катакомбах. Правда, сделано оно в одной из пещер Мексики. Мы видим, что человек ведет съемку в каком-то подземном туннеле. Он нашел нечто, напоминающее скорлупу. Осмотрев ее, парень был готов уже уйти. Но внезапно что-то появилось из темноты и набросилось на него. По очертаниям, существо напоминает козу. Но если присмотреться, видно зубастую, довольно жуткую пасть и две пары рогов. Так что это точно не коза. Многие зрители, видевшие этот сюжет в интернете, предположили, что это мутант какого-то копытного или даже подземный дракона. Если аксайские подземные жители пока остаются неуловимыми, то черноморского дракона удалось заснять на видео. Посмотрите на эти уникальные съемки. Мы видим, как из воды выпрыгивают дельфины, спасаясь от какого-то крупного хищника. А теперь появляется и он сам. Огромная голова над тонкой шеей на несколько секунд высовывается из воды. Неужели это действительно тот самый знаменитый крымский дракон, которого наблюдали уже многие очевидцы? Они развивают скорость, я посчитал на видеосъемке, где-то 40-45 узлов. Потом это мгновенная скорость, не крейсерская. Вот, это блэки 30-метровый. Кстати, кончик хвоста у него закат как на старинных гравюрах. Помните такое? Типа такой трезубец такой, вот такой стоит. Кончик хвоста у него такой. О русских сказаниях, еще древних написано, «Скованный даврением, в Черном море погребен черноморский змей». Первые упоминания о странном существе, обитающем в Черном море, появились очень давно. Древние греки слагали о нем легенды, дошедшие до наших дней. Ученый Геродот описал его как гигантского змея с черной чешуей. Лошадиной головой, длинным хвостом и гребнем на спине. Подтверждали это и турецкие мореплаватели. В своих докладах Султану они рассказывали о страшном монстре, топившем корабли и живьем, пожиравшем их команду. В начале прошлого века в феодосийской газете появилась заметка о том, что в районе горы Карадак появился громадный змей, на поимку которого была отправлена рота красноармейцев. Прибыв в Коктебель и исследовав окрестности, военные обнаружили лишь след на песке от могучего тела, уходящий в море. И либо этот же змей жив и сегодня, либо у него есть потомки. На мысе Царханку-то ребята, там такой водолаз, подводной охотой занимался, Бахон фамилия его. Ну и вот ничего не замечает, рыбы ни одной нету, почему-то. А ему с берега кричат. Ну с берега не видят с обрыва. Идет рядом с ним змей, то обгоняет, то рядом с ним. А сам он не видит этого змея. Вышел на берег, да ты что, тебя ж змей чуть не скушал. Что нашла экспедиция в лабиринте под Мурманском? Понятно, что это не природного происхождения пещеры, что это рукотворные пещеры. Зачем нужны колодцы, ведущие в подземный мир? На отметке 200 метров просто кончилась веревка. Как разгадать тайну китайских пещер? На стенах были обнаружены следы, схожие со следами работы горнопроходческого комбайна. Гиб. Посмотрите на эти удивительные кадры. Это невероятное видео сняла группа сталкеров. Из следующих заброшенные места. Они спустились в старинную шахту. Парни были готовы ко всему. Заметив необычную тень, промелькнувшую в туннеле, они не кинулись с криками наружу. Напротив, поспешили разобраться, что же они увидели. Но существо уже скрылось в боковом туннеле. На замедленной съемке видно, что оно напоминает человека. Но так ли это? Перед вами еще одно доказательство того, что подземный мир населен странными существами. Мальчики играли у большой пещеры. Внезапно оттуда появился невероятный человекоподобный монстр. Мы видим, что дети сильно напуганы и в страхе убегают прочь. Так кто же обитает в заброшенных подземных туннелях? Посмотрите на эти уникальные кадры. Сделаны они не где-нибудь далеко в горах, а прямо под Мурманском. Мало кто из жителей города догадывается, что под улицами и домами раскинулась разветвленная система древних туннелей. Вместе с исследователем Комитета изучения Кольских земель мы отправляемся под землю. Нашей группе впервые разрешили провести съемки в этих лабиринтах. Цель нашей экспедиции – исследовать все мрачные тайны этих странных сооружений. Попасть в них непросто. Нам предстоит опасный спуск по обледеневшему туннелю на глубину несколько десятков метров. Один неосторожный шаг, и можно скатиться вниз, ударившись о ледяные сталагмиты. Внизу, на узкой площадке, нас уже ждут исследователи. Надувают лодки, проверяют фонари и фотоаппараты. Отсюда начинается многокилометровый путь по хитросплетениям мурманских подземелий. Совершить его можно только вплавь. Подземная система практически полностью затоплена. Кто их построил, опять же, нет точных данных. Понятно, что это не природного происхождения пещеры, что это рукотворные пещеры. В какое время они построены, тоже непонятно, потому что отвалы из этих пещер, вблизи пещер, мы не видим. Действительно, под Мурманском множество пещер и катакомб. Никто точно не знает их протяженность. Многие проходы сейчас заделаны или засыпаны. Частично они затоплены или используются под нужды МЧС. По воспоминаниям старожилов, катакомбы под Мурманском тянутся на десятки километров, состоя из больших тоннелей и залов с высотой потолков до 12 метров и имеющих несколько ярусов. Споры об их создании ведутся давно. Первые упоминания о некоторых сооружениях встречаются в 16 веке. Но кто же населял эти туннели и кто мог их построить? В легендах саамов, коренных жителей Кольского полуострова, создателями подземных городов на полном серьезе считают гномов Чакли. Жили они так же, как саамы, но только глубоко под землей. Чакли – это такие маленькие гномы, которые существовали в саамской легендах. Они жили на Кольском полуострове, практически на всем Кольском полуострове, но в основном их встречали чаще всего в районе Петсама, это Петчинга. Чакли по саамским легендам обладали знаниями магии и заклинаний. Знали недра и умели добывать минералы и полиции. Сейчас можно встретить входы, где существуют маленькие ступеньки и маленькие проходы. Эти легенды в точность жителей. Дивие люди живут в уральских горах, рассказывал этот уральский крестьянин свою дивную историю. Выходы в мир имеют через пещеры. Культура у них величайшая, и свет у них в горах не хуже солнца. Дивные люди небольшого роста. Это я цитирую дневник уральских краеведов. Ничего не подумайте лишнего. Они очень красивы и с приятным голосом, но слышать их могут только избранные. Потому что они предвещают людям события разные. Красиво, не правда ли? Но даже если это и сказка, это очень добрая сказка. Кстати, если верить преданию, то дивные люди живут до сих пор. Просто мы их не видим, а так хочется. Считатели считают, что это колодцы древних людей, ведущие в подземный мир. Воду из них они не берут никогда. Найдено было очень много. Удивительные тайны прошлого. В 1985 году глубоководный ныряльщик Анри Коске близ Марселя обнаружил на глубине узкую щель в скале. Это оказался вход в тоннель. Обнаружив на глубине 37 метров вход в заполненный водой подземный коридор, Анри Коске и не предполагал, какие удивительные открытия ждут его внутри. Он обнаружил длинный узкий проход. Впоследствии, погрузившись и протиснувшись с аквалангом в этот проход, он увидел гигантские объемы пещеры, которая находилась под водой. Коридор оказался очень длинным. Около ста животных, которые он никак не смог идентифицировать. Теперь эта пещера известна во всем мире как пещера Коске. Но как попасть туда специалистам, если даже опытному ныряльщику понадобилось 6 лет, чтобы преодолеть 170-метровый проход? Выход был найден. В пещеру отправилась группа аквалангистов, которой руководил крупнейший французский эксперт по наскальной живописи Жан Клот. Как разгадать тайну китайских пещер? На стенах были обнаружены следы, схожие со следами работы горнопроходческого комбайна. Кто прячется подо льдами Южного полюса? В период с 1939 по 1945 год немцы существовали крайне необычный проект, связанный с изучением Антарктиды. Дайвера ученые доставили в подземный зал пещеры Коске необходимую аппаратуру, с помощью которой оператор сделал множество фотографий. Еще были взяты пробы краски, чтобы можно было провести радиоуглеродный анализ и установить возраст рисунка. Так на археологической карте Франции появился новый объект. Судя по рисункам, по краске, которая находилась на стенах, когда брали со скобы, обнаружили, что этим рисункам 27 тысяч лет. Часть рисунков было более молодых, где-то 18-19 тысяч лет. Как же получилось, что древние художники работали в пещере, вход в которую находится под водой на глубине 37 метров? Ответ на самом деле достаточно прост. Около 9-10 тысяч лет назад на Земле закончилась эпоха последнего оледенения, и огромные ледяные массы стали таять. В результате уровень мирового океана значительно поднялся. В те времена, когда создавались рисунки, вход в пещеру находился на суше, в 11 километрах от берега. Некоторые пещеры имеют и вовсе необычную историю. Начиная с удивительных фактов их обнаружения и заканчивая гипотезами об их предназначении. Эти пещеры в Китае считаются девятым чудом света. Обнаружены были совсем недавно, и интересная история их проявления. В 1992 году любознательный китайский паренек по имени Вао Анай решил проверить древнюю легенду, которая была связана с озером у деревни Лонгью. Согласно преданию, озеро было бездонным и скрывало вход в подземный мир. Пытливый юноша подошел к решению задачи по-хозяйски. Он купил мощный водяной насос и начал постепенно откачивать воду. Времени это занятие потребовало немало, зато и усилия были вознаграждены. Когда упорный китайский исследователь полностью осушил озеро, то с удивлением обнаружил на дне вход в большую рукотворную пещеру. Так легенда оказалась реальностью. Связано это было загадочно сейчас с тем, что озеро считается бездонным. Через некоторое время в результате вот этой откачки большого количества воды было обнаружено, что это не бездонное озеро, а просто затопленный вход в пещеру. Находкой Вуаная заинтересовались специалисты. Исследование пещеры Лонгью дало еще один сенсационный результат. Она открывала путь в запутанный лабиринт огромных подземных помещений и грота. Ученые однозначно пришли к выводу. Все эти пустоты были созданы искусственно в глубокой древности. По оценкам геологов, общий объем извлеченной породы составлял около 1 миллиона кубометров. Это гигантская цифра даже для современной техники, которая работает в шахтах. Но еще большее удивление ожидало ученых, когда они начали детально исследовать эти помещения. Площадь 2000 метров, высота в самом высоком месте, потолка 30 метров. На данный момент обнаружено 24 пещеры. И интересно, что 7 пещер расположены как 7 звезд Большой Медведицы. Исследования местные и ученые проводили, предполагают, что возраст самих пещер около 2000 лет. Посмотрите на эти кадры. Все стены гротов Лонгью покрыты ровными полосками. Именно такие следы оставляет современный горный комбайн, который занимается добычей полезных ископаемых. Но даже сейчас у нашей цивилизации нет таких механизмов, способных создавать пещеры высотой 30 метров. Неужели наши древние предки обладали знаниями нашей цивилизации и даже намного превосходили их? Для чего мог быть создан этот невероятный подземный город, который по столь же непонятным причинам был покинут его жителями? Интересным моментом является то, что на стенах были обнаружены следы, схожие со следами работы горнопроходческого комбайна. Некоторые исследователи предполагают, что Лонгью мог пострадать от грандиозного наводнения, потопа, описанного во многих легендах и мифах разных стран. Но в этом случае его возраст должен исчисляться по меньшей мере несколькими тысячами лет. Лонгью имеет очень большие выходы на поверхности. Это не просто маленькие помещения, которые уходят на поверхность, а это именно большие помещения, которые имеют огромную площадь и контакт с окружающим миром. То есть доступ воды при потенциальном потопе, который, возможно, происходил когда-то в наши далекие времена, обеспечивается с легкостью. То есть затапливается этот объект буквально за считанные минуты. То есть защита от потопа, здесь у объекта отсутствует в принципе. Поисками древних пещер, туннелей, подземных городов и подводных гротов активно занимались ученые-оккультисты в Третьем Рейхе. Особенно преуспела в этом секретная организация Ананарба. Ее адепты не без основания были уверены, что именно там можно найти знания и технологии прошлых цивилизаций. Посмотрите на этот уникальный документ. Это лоция для немецких подводных лодок Третьего Рейха. Но самое поразительное – она показывает проходы подо льдами Антарктиды. Нацисты искали древние технологии, туннели древних цивилизаций. Во всех местах было специальное подразделение Ананарбы, которое занималось научными исследованиями, в том числе карстов, пещер. И немцы, в частности, в Крыму облазили все, что только можно. Новую идею, где нужно искать древние знания и технологии, подсказали немцам тибетские ламы. После экспедиции в Улхасу в 1937 году общество Ананарбы готовит новый секретный план. Они отправляются в Антарктиду, где, по мнению монахов, должен находиться древний город Агарта. В течение трех лет я занимался тем, что с группой ученых мы изучали и анализировали архивы, которые были захвачены советскими войсками в 1945 году. Эти архивы были связаны с деятельностью Ананарбы и секретных немецких спецслужб. Осенью 1938 года по приказу Германа Геринга началась немецкая антарктическая экспедиция под руководством капитана Альфреда Ритчера. Перед исследователями стояла задача изучить до сих пор совершенно неизвестную часть Антарктиды, а также провести научные и экономические исследования. Еще одной целью экспедиции было изучение возможности оккупации территории для немецкого рейха. В период с 1939 по 1945 год немцы существовали крайне необычный проект, связанный с изучением Антарктиды. В 1939 году к берегам Антарктиды была послана флотилия из нескольких десятков подводных лодок, которые должны были обнаружить подлёдные области, для того, чтобы создать там военную базу для военно-морского флота Германии. А в этой синей тетрадке были записаны конспекты приказов фюрера о том, как нужно формировать научную экспедицию в Антарктиду. Немцы надеялись найти тайные подводные проходы к секретам древних цивилизаций. Начали уже проводить непосредственно эхолоцирование, смогли определить тоннели, которые ведут в глубь континента, и, вероятно, с помощью как раз вот этих тоннелей им удалось проплыть подо льдами Антарктиды и найти полости, которые в результате таяния ледников образовали достаточно большие пустоты, и на берегах как раз уже оттаившего континента, по всей вероятности, им удалось обнаружить следы некой древней цивилизации. Мы знаем о подземном мире намного меньше, чем о ближнем космосе. В еще не открытых нами пещерах и древних туннелях вполне может скрываться неизвестная нам доселе цивилизация. Этот скрытый до поры мир осторожно соприкасается с нашим миром. Но будет ли этот контакт дружественным? И не обернется ли для человечества встреча с подземным космосом новым апокалипсисом? А потом однажды по неизвестной причине произошел раздел. Одни окончательно выбрались на сушу, а другие основали цивилизацию подводных млекопитающих, которые сегодня, конечно, мы... Продолжение следует...